Привет, с вами Диана, и я хочу начать с объявления. Так как сейчас у меня в университете начались каникулы, у меня появилось время для дополнительных уроков по русскому языку. Поэтому, если у вас есть какие-то вопросы относительно русского языка, если вы хотите улучшить свой русский язык, если есть какие-то проблемы или непонимания, то напишите мне в Телеграм по ссылке в описании. И мы обязательно с вами договоримся, как эти проблемы решить. Ну а сегодня наша тема – экзамен по русскому языку. Этот экзамен называется ТРКИ – тест по русскому языку как иностранному. Когда вы сдаёте этот экзамен, вы получаете сертификат, – международный сертификат, который показывает ваш уровень владения русским языком. Всего есть шесть таких уровней. Сейчас мы поговорим о каждом из них. Первый уровень – это элементарный. Его вы можете достичь, если изучаете русский язык 60 или 80 часов. На этом уровне вы можете здороваться, прощаться, покупать что-то в магазине и рассказывать о себе самые простые вещи. Следующий уровень – это базовый или уровень А2. Вы можете достичь базового уровня, если вы занимаетесь русским языком 160 или 200 часов. И именно этот уровень вам нужен, если вы хотите получить разрешение на временное проживание в России, вид на жительство в России, патент для работы в России или гражданство Российской Федерации. Ну и, наконец, уровень, когда вы получаете свой первый сертификат, он так и называется – первый сертификационный уровень – ТРКИ-1 или Б1. Этого уровня вы достигаете, когда вы изучаете русский язык в течение 400 или 480 часов. Такой сертификат вам нужен, если вы хотите учиться в России. Если вы хотите проверить свои знания, то прямо сейчас вы можете перейти по ссылке в описании и попробовать сделать тест – тест базового уровня А2 или тест первого сертификационного уровня Б1. Сделав эти тесты, вы можете понять, какой сейчас у вас уровень владения русским языком. Конечно, ТРКИ-1 – это не предел. Дальше идёт ТРКИ-2, ТРКИ-3 и ТРКИ-4. Уровень С2 – это уровень носителя языка. Уровень людей, для которых русский язык является родным языком. Например, у меня уровень С2. А сейчас подробнее поговорим о том, что из себя представляет экзамен по русскому языку. Экзамен на любой уровень состоит из пяти частей или пяти субтестов. Первый субтест – лексика, грамматика. Затем – чтение, аудирование, письмо и говорение. Экзамен будет проходить два дня. В первый день вы сдаёте лексику, грамматику, чтение и аудирование. А вот письмо и говорение вы будете сдавать на второй день. И сейчас мы поговорим о том, какой грамматический и лексический минимум включает в себя субтест лексика-грамматика на уровне Б1 или ТРКИ-1. В этом тесте вам нужно будет выполнить 165 заданий за 90 минут. Первые вопросы вообще не про грамматику. Когда вы отвечаете на эти вопросы, то проверяется, как хорошо вы понимаете разницу между похожими словами. То есть первый блок вопросов проверяет не грамматику. Он проверяет, как хорошо вы понимаете русские слова и умеете их использовать. Посмотрите, как будет выглядеть такое задание. Сегодня мама А спросила, Б расспросила, В попросила и Г спрашивала меня помочь ей с ужином. Чтобы правильно ответить на этот вопрос, мы должны знать, что варианты А, Б и Г мы можем использовать в ситуации, когда у нас есть какой-то вопрос. Например, Денис спросил Лену, где находится Африка. Мы видим, что здесь есть вопрос, где находится Африка. И спросил, это прошедшее время формы спросить, это совершенный вид. Вариант А спросила, это форма совершенного вида, то есть задала вопрос, и у нас есть результат. Б расспросила, это значит задала много вопросов, узнала детали, также форма совершенного вида. И Г спрашивала, это значит задавала вопросы регулярно, или долго, форма несовершенного вида. Мы видим, что в нашем задании у нас нет вопроса, у нас есть просьба. И здесь мы понимаем, что варианты А, Б и Г нам не подходят. У нас остается только вариант В, попросила. Это группа глаголов просить, попросить. Например, Маша попросила Иру помочь ей сделать задание. Или Маша попросила у Иры ручку. Здесь нет вопроса. Здесь есть императив. Помоги мне сделать, или дай ручку. Ещё одно задание из этого же блога. На концерте А поступил, Б наступил, В вступил и Г выступил известный пианист. Какой вариант вы выберете? Какой вариант вы выберете? Чтобы ответить правильно, нам также нужно знать, чем эти похожие глаголы отличаются друг от друга. Вариант А, поступил. Я поступил в университет. Или Я поступил в колледж. Я поступил в академию. То есть, я начал учиться где-то. Б наступил. После весны наступило лето. Или После долгого дня наступил вечер. Наступило лето, значит, пришло лето, началось лето. В вступил. Мой брат вступил в шахматный клуб. Это значит, что сейчас он участник этого шахматного клуба. Или Она вступила в политическую партию. Теперь она член этой партии. И вариант Г, выступил. Президент выступил на конференции. Певец выступил на концерте. Этот глагол мы используем в ситуации, когда один человек говорит что-то, поёт или показывает, а другие люди, публика, смотрят на него, слушают его. И так далее. И в нашем варианте мы видим как раз такую ситуацию. На концерте выступил известный пианист. Он играл, а публика его слушала. Когда вы справились с этими заданиями, дальше как раз начинается грамматика. И первая грамматическая тема в тесте – это падежи. Падежи существительных, прилагательных, местоимений и так далее. Все родители гордятся а. Свои дети, б. Своими детьми, в. У. Своих детях, и г. Своих детей. Какой вариант вы выберете? Конечно. Все родители гордятся кем? Своими детьми. Творительный падеж используется после глагола гордиться. Если вы хотите лучше понимать русские падежи, то опять же опуститесь в описании, и там вы можете скачать методичку, в которой увидите значение каждого падежа, окончание каждого падежа и примеры, как этот падеж нужно использовать. Ну а после того, как вы сделали задание с падежами, начинается блок вопросов о глаголе. Эти вопросы покажут, насколько хорошо вы знаете темы времена глагола, вид глагола и использование инфинитива. Концерт недавно а. начинается, б. начнется и в. начался. Пожалуйста, выберите правильный вариант. Конечно, концерт недавно начался, потому что начинается это настоящее время, а начнется будущее время. А наречие недавно показывает нам, что мы должны использовать глагол прошедшего времени. это задание проверяло, насколько хорошо вы знаете тему времена глаголов настоящее, прошедшее и будущее. А вот следующее задание проверяет тему вид глагола. Попробуем сделать его вместе. Здесь нам нужно обратить внимание на слово часто. Оно показывает, что мы должны использовать глагол несовершенного вида. Это вариант б. Потому что а. дам. Это совершенный вид будущее время, а в. дал. Это совершенный вид прошедшего времени. И еще одно задание. Банк уже закрыт, а я не успел. А. поменял. Б. поменяю. И В. поменять деньги. Если вы внимательны, вы увидели, что здесь уже есть один глагол. Успел. И мы знаем, что если в русском предложении два глагола находятся рядом, относятся к одному субъекту, но стоят не через запятую, то обычно второй глагол мы используем в форме инфинитива. Банк уже закрыт, а я не успел поменять деньги. В следующей части теста вы должны будете выполнить задания, связанные с глаголами, у которых есть постфикс «ся». Также здесь будут активные пассивные конструкции, активные пассивные причастия, идеи причастия. Но по теме причастия, идеи причастия вопросов будет очень мало. «Встретила». Когда я шла из театра, я А. «Встретилась», В. «Увиделась» и В. «Встретила своих подруг». Выберите правильный вариант. Правильный вариант В. «Встретила». Потому что «встретилась» требует после себя творительного падежа. С кем? Со своими подругами. «Увиделась» тоже творительный падеж. «Увиделась с кем? Со своими подругами». А вот «встретила» кого? Винительный падеж. Своих подруг. Учеными и инженерами А создают, В создали и В создаются космические корабли. Ваш вариант? Конечно, В создаются. Потому что вариант А создают требует после себя винительного падежа. Создают что? Инженеры создают корабли. Создали. Та же форма только в прошедшем времени. Инженеры создали корабли. А вот создаются эта пассивная конструкция. Создаются кем? Творительный падеж. Инженерами создаются корабли. Лиза рассказала Лиза о книге А прочитанная Б прочитавшей и В прочитанной недавно. Ваш вариант? В прочитанной недавно. Чтобы чтобы правильно выполнить это задание, вы должны хорошо понимать разницу между активными и пассивными причастиями. Например, в данной ситуации Лиза прочитала книгу. Лиза это активный субъект, а книга пассивный объект. Тогда это у нас Лиза прочитавшая книгу, а это книга прочитанная Лизой. Вот здесь у нас пассивное причастие как в нашем задании. Ну и конечно мы должны помнить, что причастие как и прилагательное согласуется с существительным в падеже. Если у нас существительное стоит в предложном падеже, а книге то и причастие также будет в предложном падеже. А книге какой прочитанной. И еще одно задание. А получая диплом, Б получивший диплом, В получив диплом и Г полученный диплом он сможет работать юристом. Ваш вариант? Конечно вариант В получив диплом он сможет работать юристом. Здесь мы используем дипричастие совершенного вида, потому что действия происходят последовательно. Сначала он получит диплом, а потом он сможет работать. Следующий блок вопросов проверяет ваше знание темы глаголы движения. Однонаправленные и разнонаправленные глаголы движения. Глагол движения с приставками и без приставок. Очень большая и непростая тема. Вчера Анна А водила, Б возила и В носила детей к бабушке и дети устали идти пешком. Здесь мы должны знать о значении глагола движения. Носила это значит, что она шла пешком и дети были у нее на руках. Возила это значит, что они поехали на транспорте, а водила значит, что они вместе шли пешком. И это как раз наша ситуация. Лена здесь больше не живет. Она А заехала, Б переехала, В въехала и Г доехала в Москву. Конечно, она переехала в Москву. Она поменяла место жительства. Мы также можем сказать, она переехала в другой город, она переехала в новую квартиру и так далее. После заданий с глаголами движения у вас начнутся вопросы со словом который. Пришли мои друзья А которые Б с которыми и В которых я пригласил на день рождения. Выберите ваш вариант. И снова вариант В которых потому что после глагола пригласил мы должны использовать винительный падеж. Пригласил кого которых которые это именительный падеж а с которыми творительный. Поэтому варианты А и Б являются неправильными. последний блок вопросов посвящен сложному предложению. Проверяет как хорошо вы умеете использовать союза союзные слова. Также здесь вы можете встретить задания с производными предлогами. Я не знаю А что Б о чем В к чему и Г чем она была недовольна сегодня. Какой вариант ответа вы выберете? Правильно вариант Г Я не знаю чем она была недовольна сегодня. Лена попросила А что Б О чем В чтобы и Г Зачем мы вернулись к 9 часам. Конечно. Лена попросила чтобы мы вернулись к 9 часам. Они точно не знают А смогут Б смогут прийти к нам в гости сегодня. Ваш вариант В 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 смогут ли прийти к нам в гости сегодня. Теперь вы лучше понимаете, чего нужно ждать от экзамена по русскому языку. Если у вас остались какие-то вопросы или вам непонятно, почему вы выбрали неправильный вариант ответа, то тогда приглашаю вас на занятия со мной. Записаться вы можете по ссылке в описании. Просто напишите мне в telegram, расскажите, кто вы и с какой темой у вас возникли проблемы. И я буду рада вам помочь. Ну а дальше мы поговорим о других субтестах, попробуем выполнить их вместе. Ну и до новых встреч! Ставьте лайки, подписывайтесь, захотите еще. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok